Привет, друзья! Ну, наконец-то, самый долгожданный праздник – Новый год. И, конечно же, самый главный атрибут новогоднего стола – это наша любимая селедка под шубой. Я расскажу немного об истории и научу вас некоторым лайфхакам, потому что, ну, я уверена, что каждая хозяйка умеет делать этот салат. Очень вкусно. Но есть маленькие секреты. У нас заступает год белой металлической мыши. Мы будем украшать мышками. Ну, а пока я буду очищать и нарезать овощи, я расскажу вам немного об истории данных блюдах. На самом деле, селедка под шубой отмечает свое столетие, представляете, в этом году. Еще в далеком 1919 году, по одной из легенд, в трактире подали это блюдо. И, на самом деле, у него по аббревиатуре очень любопытное название, что ли. Шуба же ведь не просто так. То есть, это не значит, что селедку нарядили в шубу. Нет. Аббревиатура была следующая. Шовинизму и упадку, бойкот и анафему. Если сложить эти слова, получится шуба. Потом об этом забыли, конечно же. Теперь подготовим точно так же морковку и свеклу. Я все всегда делаю на глаз, но если это не касается кондитерских изделий, потому что нам нужна четкость. Все, что касается салатов, я вам рекомендую рассчитать это по своему усмотрению от того количества персон, которые будут у вас за новогодним столом. У нас это 10 человек. Будет все приблизительно один к одному. То есть, лука поменьше. Морковь и свеклу тоже мы натрем на большой терке, на крупной терке. Если морковку и картофель я отварила, то свеклу я рекомендую запекать. Она намного насыщеннее имеет тогда вкус и цвет. На самом деле, это не так долго. Поставил на 180 градусов, на часочек второй и свекла готова. Можно в фольге это делать, можно без нее. И, кстати, салат шуба, он всего 200 килокалорий на 100 граммов. Это для тех, кто бережет свою фигуру. Перекладываем тоже в удобную для нас посуду, чтобы смешать это все с майонезом. Таким образом, у нас каждый слой будет хорошо пропитан. Чтобы салат не приобретал специфического запаха лука, я лук мариную, чтобы добавить его в салат. Это дело простое. И перед тем, как мы порежем нашу селедку и яйца, 5 минут он настоится в маринаде. Что для этого нужно? Вначале мы шинкуем лук. Режем его как можно мельче, чтобы он не хрустел на зубах. Затем будем мариновать лук вот в такой емкости, чтобы можно было закрыть крышкой, так как там будет уксус, смесь перцев и сахар. Берем вот такую емкость, напоминаю, что нужно ее закрыть крышкой. Добавляем туда лук. Добавляем в него сахар. Ну, такую щепочеку, как чайная ложечка. Уксус. Яблочный можете брать, можно винный брать. Ну, яблочный универсальный. Я вам покажу, как готовить саше. Это очень приятный, полезный навык для любой хозяйки. Такой мешочек со специями, которые вы можете добавлять и в маринады, и в бульоны, чтобы потом это все легко не выковыривать, каждую гвоздичку и горошек из бульончика, а просто достать аккуратненько такой мешочек и выбросить в мусор. Нам нужна марля. Мы отрезаем ее, ну, приблизительно квадратом. Также кулинарная нить, ножницы. Больше ничего. Так как мы маринуем лук для салата сельдь под шубой, нам потребуется только гвоздика и смесь перцев. Добавьте немножечко водички, так утопите, чтобы все пропиталось. У нас еще осталось два слоя. Это яйца и сельдь. В России принято считать, что это национальное такое блюдо с картошечкой и с лучком, но на самом деле она богата своей историей. Еще в Голландии в 15 веке некий рыбак удалил жабры из рыбы, засолил, и таким образом она перестала горчить. Селедка очень полезный продукт, и у него есть даже собственный праздник. 17 июня в Голландии отмечают этот день селедки. Целы фестивали, посвящены музеи, гербы. В общем, очень интересная история. Яйца мы очищаем и натираем точно так же, как все остальные ингредиенты. Добавляем потом в них майонез. Будем укладывать слоями, я покажу как, желательно потоньше. Наш маринованный лук уже готов, поэтому наша задача сейчас его отбросить либо на сито, либо на дуршлаг, чтобы слить жидкость. Вот, собственно, саше наше, которое было, мы можем тоже выбросить уже мусор. И вот таким вот образом сливаем водичку вместе с уксусом. Отжимаем. Итак, у нас очень много слоев. Сейчас наша основная цель это смешать вместе с майонезом, добавив в каждый слой буквально ложечку майонеза. И будем это все укладывать равномерно слоями. Еще забыла сказать, что сельдь и лук в майонез мы не добавляем. Итак, начинаем укладывать наше блюдо. Берем формовочное кольцо, вот такое. Старайтесь блюдо брать какое-то такое большое, объемное, ну, например, под торт. Это будет всегда красиво. А внутрь укладываем вот такое. Вы можете стакан поставить, да, потом его снять. Но у меня есть вот такая вот штучка. Итак, первым слоем мы выкладываем свеклу. Почему? Таким образом мы сейчас послойно, очень мелким слоем будем сначала укладывать свеклу, морковь, картофель и яйца. Затем у нас идет слой сельди и лук. А потом все в той же самой последовательности наоборот. Таким образом у нас свекла снова останется наверху. Итак, начнем. Ровно половину берете свеклы из того объема, который мы приготовили. Хорошенечко утрамбовывайте края, чтобы блюдо потом очень эстетично выглядело. И старайтесь не залезать внутрь, да, потому что здесь важно оставить тарелочку чистой. Если что-то подтекло, например, вот свекла может дать свою краску, вы берите обычную салфеточку и хорошенечко все вытирайте. Итак, ответственный момент это селедка. Она идет ровненьким слоем единожды, то есть мы не будем добавлять уже ее далее. Напоминаю, что у нас вначале шла свекла, затем морковь, яйца и картофель. Вот укладываем селедочку, лук к ней и потом в обратном порядке делаем то же самое. Соответственно, картофель, яйца, морковь и свекла наверх. Мы уложили все слои. Теперь вот так вот можно это все дело подправить, если у вас где-то что-то упало, не бойтесь вытирать обычной салфеткой, чтобы блюдо было чистое для подачи. Я вам рекомендую этот салат поставить вначале в холодильник, а затем уже перед новогодней подачей, новогодним столом, самый ответственный момент это это кольцо поднять. Сейчас мы будем пробовать. Самый ответственный момент это аккуратно, аккуратно это кольцо формовочное сейчас поднять. Ну, пусть нам повезет. Вот такая красота. И еще внутреннее кольцо мы снимаем. Вот, шикарно. Ну и сейчас я предлагаю это красиво украсить для подачи. Это вы можете делать прямо в момент подачи блюда. Для этого нужен файл такой. Ну, собственно, можно и кулинарный пакет использовать, но там обычно разъемы большие для тортов, да. А здесь нам нужна маленькая струечка. Вот такая совсем. Срезаем кончик и сюда вкладываем наш майонез. Так, переложили майонез в файл. Это нам нужно для того, чтобы нарисовать тоненькую сеточку. Ну и, как обещала, сейчас украсим мышками, потому что это год металлической мыши. Я думаю, что не только на этот салат, но и на разные виды сервировки вам понадобится. Очищаем яйцо и режем его напополам. Так. Это будет тело наших мышек. Выложим их вот сюда. Одну вот так, а вторую рядом. Вот. Вместо глазок мы используем гвоздики. Вместо носика мы используем горошек черный. Вместо ушек у нас будет тонкий огурчик. И вместо хвостика я буду использовать лук-шалот. Очень хорошо выглядит редисочка, но я ее не нашла в магазине. Если найдете, обязательно используйте хвостик резиски. Вот такие мышки у нас получились. На мой взгляд, очень праздничный и достойный любой хозяйке рецепт. Продолжение следует... Продолжение следует...